Владимир Владимирович, я из Армении приехал, и вопрос мой касается моей страны, моего региона. В последнее время активизировались дискурсы о подготовке договора между Арменией и Азербайджаном. И эти дискурсы в основном о том, что существует два конкурирующих проекта. Да, ну так сказать, российский, предлагаемый российским посредником, и западный. Ситуация довольно рискованная, ситуация и вообще в регионе есть риски, она не очень спокойная. Что Россия в этом смысле думает, каким образом Россия собирается реагировать на эту ситуацию, и каким образом Россия планирует действовать в дальнейшем в этом контексте. Спасибо. Вы знаете, я не знаю, может быть я, не знаю, даже говорили об этом раньше или нет, публично. Может говорили, а может нет, но я скажу, не вижу здесь, если даже не говорили, секретов никаких не вижу. Мы в течение многих лет вели диалог с армянской стороной и предлагали урегулировать вопрос, связанный с Карабахом, следующим образом. Ведь Армения фактически контролировала семь районов Азербайджана. Мы говорили, ну давайте будем двигаться к нормализации отношений. Вот есть два района, которые лебеджанские и южнее, значит, вот коридоры эти, большие районы. На каком-то этапе договоримся с Азербайджанской стороной, отдайте пять районов, но они не нужны, бессмысленно, они просто пустуют. Там люди ушли, фактически изгнаны были с этих территорий. Зачем их держать? Смысла никакого нет. А для связи с Карабахом, вот два района огромные, между прочим, вполне достаточно. И мы считаем, что это было бы справедливо, вернуть беженцев и так далее. Это было бы хорошим шагом к нормализации ситуации в регионе в целом. Ну, армянское руководство пошло своим путем. Как известно, это привело к той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день. Теперь вопрос о регулировании, о мирном договоре. Наша позиция заключается в том, что этот мирный договор, конечно, нужен. И мы поддерживаем это мирное урегулирование. Так же, как и делимитацию границы и полное урегулирование пограничного вопроса. Мы за это. Вопрос, какой вариант избрать, это дело Армении, армянского народа и армянского руководства. В любом случае, какой бы ни был выбран вариант, если это приведет к миру, мы только за. Но мы не собираемся ничего навязывать. Мы не можем Армении и не собираемся Армении что-то диктовать. Если армянский народ и армянское сегодняшнее руководство считают, что нужно выбрать какой-то конкретный вариант этой мирного договора, так называемый Вашингтонский, насколько я себя понимаю, предусматривает признание суверенитета Азербайджана над Карабахом в целом. Но если Армения так считает, ну пожалуйста. Мы поддержим любой выбор армянского народа. Если армянский народ и армянское руководство считают, что Карабах имеет какие-то свои особенности, что надо эти особенности учитывать и как-то это нужно обговорить в будущем мирном договоре, такое тоже возможно. Но безусловно, нужно договариваться с Азербайджаном, надо чтобы эти договоренности были приемлемы и для другой стороны, для Азербайджана. Это очень сложный, прямо говоря, тяжелый вопрос. Но Армения является нашим стратегическим партнером, союзником. И мы, конечно, в значительной степени, имея в виду интересы Азербайджана, будем ориентироваться на то, что будет предлагать сама Армения. Азербайджан 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 Продолжение следует...